Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ, вторая его часть под названием «Бизнес-класс». Сегодня в гостях Максим Фалдин, генеральный директор Вики Март. Максим, добрый день. Здравствуйте. Ну и, собственно, понятно уже, мы будем сегодня говорить вокруг, будем вести разговор вокруг интернет-торговли и коммерс, как принято говорить, и о многих, касаемых этого бизнеса, нюансах, вещах, я надеюсь, сможем их обсудить. Я напомню, телефон студии для наших слушателей, телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к эфиру, звоните, пишите, задавайте свои вопросы Максиму. Начиная эфир, Максим, вопрос немножко не в тему, может быть, но традиционно мы только что закончили первую часть бизнес-канала под названием «Сухой остаток». В гостях у меня был Михаил Хазин, известный экономист, собственно, мы обсуждали ситуацию с национальной валютой, она продолжает свое падение, может быть, не очень уже агрессивно, но тем не менее. С точки зрения бизнесмена, с точки зрения человека, который занимается интернет-торговлей, ну и, наверное, здесь как раз будет важно уточнить интернет-торговлей, трансграничный, так называемый. Для вас ведь курс национальной валюты по отношению к доллару, прежде всего, имеет значение, правильно? Ну, он для нас на уровне только метрика имеет значение, мы компания с иностранным капиталом, с капиталом американским, весь репортинг у нас происходит в долларах США, выручки и все остальное, понятно, рублевые, вот, и вот только вот это значение для нас нет. Понятно, то есть у вас номинально просто, да? Номинально. Переконвертировал туда? Ну, там есть, там есть последствия, связанные там с оценкой компании, с влиянием этой оценки на налоговые последствия, где она на Киепре и так далее. Ну, то есть это не... Определяют цены ритейлеров, у ритейлеров, соответственно, тоже ценообразование завязано, особенно в таких быстрых очень категориях, как электроника, например, где оборачивание капитала высокая, там это моментально влияет, мы видим просто, как наши поставщики моментально пересматривают цены. Уже сейчас? Уже сейчас, конечно. Ну, конечно, конечно, конечно. И я уверен, я цифры не смотрел, но что то, что за январь закупочные цены поставщиков выросли в рублях, это точно свыше. Это 100%. Я понял, хорошо, хорошо. Ну, ничего хорошего, конечно, да? Ну, как бы мы... Ну, и плохого тоже не особо много, потому что, как экономист, я вам скажу, что для страны хорошо, когда импортные товары дорожают. Почему? Потому что дешевеют относительно них товары, произведенные внутри страны. Вот, и здесь вот ключевая тема была Михаил, но не будем продолжать уже, он, слава богу, да, он, эфир закончился, да, он уже наверняка занимается другими делами. Просто у него ключевая фраза какая была, что у нас нечем замещать-то у нас. Ну, это же не происходит сразу, да, нужны инвестиции, чтобы бизнес состоялся. Совершенно верно, совершенно верно. Так, хорошо. Давайте вернемся к нашей теме интернет-торговли. Ну, два слова давайте, может быть, о компании Вики Март. Давайте начнем с этого, давайте. Вики Март это как раз компания, которая развивает интернет-торговлю, растет на иностранных инвестициях. Мы начали свой буть в 2009 году. Мы очень молодые, у нас только завершен четвертый операционный год. Однако мы уже большие, мы сделали порядка 150 миллионов долларов оборотов в прошлом году. Растем порядка 70-80% год-году, растем очень быстро. Быстрее отрасли в два раза. Серьезно? Да. Я хотел спросить, да, почему такие темпы роста? Потому что вы такие особенные или просто... Потому что мы все правильно делаем. Или у нас просто отрасль действительно молодая? Несколько факторов, несколько факторов. Отрасль молодая, за счет этого растет 30% примерно, плюс-минус, год-году, да. Рост Вики Марта в два в два с половиной раза быстрее отрасли, за счет того, что накоплена огромная экспертиза, это вот в ключевых вещах для электронной коммерции, это в маркетинге, это в собственных коммерциях, в технологиях, много где, потому что это очень комплексный бизнес в электронной коммерции. Много вещей должен уметь делать хорошо. Ты не можешь сделать одну вещь хорошо и вокруг этого построить бизнес. Там надо 5-7-8 ключевых вещей уметь делать хорошо. Вот мы почти каждый... А мы можем об этом более детально поговорить? Да, мы умеем делать очень хорошо. И плюс, конечно, нам повезло с инвесторами, они долгосрочно поверили в Вики Март, поверили в меня, в моего партнера, Камилю Курмакаева, и, соответственно, дали нам карт-бланш, и мы уже 4 года им пользуемся и строим компанию. — Здорово, здорово. Ну, если можно, все-таки, да, Максим, более детально, вот эти 5 и сколько там, 5-8 вещей, которые обязательно все нужно делать? — Ну, конечно, начинается все с онлайн-маркетинга, да. Я вот всегда говорю, что в традиционном ритейле маркетинга нет. Там есть отделы рекламы, они рисуют картинки, и эти картинки рвешивают через агентство на разных счетах. — А что на картинках на этих? — На картинках низкие цены, какие-то лозунги, но это картинки, это не маркетинг. Маркетинг — это когда ты привлекаешь покупателя, когда ты возвращаешь покупателя, когда ты делаешь апсейл, там целый набор вещей. Этого всего в традиционном ритейле либо полностью отсутствует, либо очень номинальное значение имеет. Там рулят 7 коммерсанты. Так устроена отрасль. — У нас так устроена или везде так? — Во всем мире. Электронная коммерция, она другая. Там тоже важна функция коммерции, но не менее важна, иногда более важна функция маркетинга. Он имеет такую же большую роль, играет. И вот это надо делать очень хорошо. Вики Март лучший в онлайн-маркетинге в России. Почти все компании электронной коммерции в России имеют выпускников в веке марта в качестве маркетологов. Да, у нас наши выпускники, они по всему. — А что такое выпускники? У вас какая-то школа, институт? — Нет, мы их так называем людей, которые у нас работали. — Которые поработали просто. — Да. И мы очень всегда в плотной связи с ними находимся. Например, у нас был корпоратив. Мы в январе проводим, не в декабре, потому что в декабре работают. И на 300 человек, которые пришли на корпоратив, там было человек 50-60. Это сотрудники, которые у нас давно уже не работают. Многие там по три года не работают. Однако постоянно приходят, общаются. Мы очень это ценим. — Но они, тем не менее, этим же занимаются. — Они этим же занимаются в других местах. Чуть-чуть другим занимаются, но близким тоже или маркетингом, или технологией. Слово технология — это вторая вещь, которую надо очень хорошо уметь делать. Потому что компании традиционного ритейла, они вообще по нашим поведствиям не технологичны. Они покупают готовые технологичные решения, очень дорогие, типа САПа, типа АВАИ для колл-центров и так далее. Мы всего этого не делаем. Не потому что нам денег жалко, у нас есть деньги. Потому что нам гораздо лучше разработать самим. И дешевле, и быстрее, и гибче. И мы технологическая компания. У нас каждый, наверное, четвертый сотрудник Вики Марта — это то, что можно назвать словом «Айтишник». Каждый четвертый сотрудник. — Словом «Айтишник», я так понимаю, можно назвать человека, который разбирается, да? — Деятельность которого, продуктом которого является программное обеспечение. — А, понятно. То есть это с большой буквы «Айтишник». Потому что сейчас многие называют себя «Айтишниками» только лишь потому, что у нас вся жизнь связана с высокими технологиями. У меня есть смартфон, у меня есть... — Я уже разобрался, как включается «Айфон». — Да-да-да, я знаю, что есть две кнопки, как мне девушка одна сказала. Есть две кнопки «вкл» и «выкл». — Это прогресс. — А потом оказалось, что она одна. Кнопка-то. — Есть функции. — Совершенно верно. — Так, хорошо. Увидите, уже две важные детали отметили. Да, маркетинг, технология. Еще что? — Коммерция. Ее никто не отменял. Вот здесь мы, к сожалению, как отерсель отстаем пока от традиционного ритейла. Там сильнее коммерсанты, у них просто больше опыта, больше времени было построить сильную коммерцию. Но мы стремительно нагоняем. Уже есть первые компании, такие как мы или несколько наших коллег, у которых сопоставимый уровень коммерции, как и у наших коллег с традиционного сегмента. — В этом контексте что подразумевает под коммерцией? — Ну, это прежде всего наша способность выстраивать коммерческие отношения и зарабатывать маржу. Потому что коммерция, она вся про маржу. — Понятно. — Купил дешево, продал дорого, да? — Ну или создал дорого. — Купил дешево, продал быстрее. — А, быстрее. За те же деньги причем можно. — Коммерция — это поток маржи в единицу времени. — Здорово. Здорово. Так, пишу коммерция номер три. Есть немножко времени, можем начать говорить о четвертом. о четвертой фазе успеха. А вы не поверите, какая будет четвертая. Это будет неожиданность. Это рекрутинг. Это способность привлекать людей. Это способность привлекать и удерживать людей. Дело в том, что в Москве отрицательная безработица. В Москве количество людей, которые ищут работу, меньше, чем вакансий. Особенно на позициях про онлайн-маркетинг или про какие-то другие важные позиции. Особенно в технологиях, в программистах, в несколько раз меньше. И поэтому ты вынужден либо повышать зарплату, а это невозможно часто сделать, потому что надо всем получить зарплату, и компания моментально обанкротится. Или ты вынужден создавать интересное место работы. И Вики Март очень интересный. По поводу этого мы поговорим еще более подробно. Сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Ну что же, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Максим Фалдин, генеральный директор Вики Март. Мы говорим на тему интернет-торговли, как на ней скажется, кстати, снижение беспошлиного парогра. И выиграют ли от этого российские интернет-продавцы. Ну это в частности, а в целом мы говорим о многих обстоятельствах, интересных с точки зрения e-commerce. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Звоните, спрашивайте, комментируйте. Мы продолжаем разговор с Максимом. На рекрутинге остановились. То есть есть проблема не трудовых ресурсов, как таковых, а есть проблема профессиональных кадров. Я так понимаю? Конечно, конечно. Но тебе же не нужны просто кадры. Мне нужны люди, которые обладают определенными компетенциями, у которых есть этика работы, то, что называется. То есть они трудолюбивые. И люди, которые будут лояльны. И люди, у которых есть мозги, у которых есть энергетика. И которые вообще правильными ценностями обладают. Вот это мои критерии, их несколько. Вот я их вам назвал. И компании, западные особенно, которые сюда приходят в Россию, они первое, с чем сталкиваются, что здесь ситуация диаметрально противоположна, например, Китая. В Китае очень сложно делать бизнес. Все это признают. Но там есть одна вещь ключевая, которую легче делать, чем в России, на порядок. Это нанимать народ. В России гораздо сложнее. Приходится много платить, приходится дольше искать, и часто не находишь. И поэтому это еще один дополнительный барьер, который позволяет российским компаниям выиграть конкуренцию иностранных. Ведь посмотрите в интернете. Яндекс побеждает Google, Mail.ru не имеет конкурента серьезного в Gmail, а ВКонтакте одноклассники сильно впереди в Facebook и так далее и тому подобное. Почти нет кейса, в которых в российском интернете западный глобальный игрок смог бы победить. Это связано... Есть причины этому. Одна из причин — это рекрутинг. Это не все понимают. Кто не прошел через то, что прошли мы, не набрал несколько сотен очень умных, драйвовых и правильных людей в команду за 4 года, не понимает, насколько это сложно и тяжело. Поэтому меня в компании... Я всех своих сотрудников люблю, но у меня есть самый любимый сотрудник. Я всегда им говорю, это рекрутер. Это мой самый любимый сотрудник. Надеюсь, они вас слышат сейчас. Максим, вы говорили о том, что в Москве отрицательные безработицы. Да. А почему это так? Ну, потому что Москва — это центр, где сосредоточены штаб-квартиры всех госкомпаний. Они выбирают огромное количество людей. К сожалению, люди не всегда думают долгосрочно о своей карьере, о своей жизни, когда идут в такие места работы. На мой взгляд, многие из них, не скажу большинство, многие из них просто делают ошибку, но они туда идут. За большими деньгами, за лучшими условиями, с точки зрения, не знаю, бытовых офисов. Социальных. Да, там парковка, красивый лифт и так далее. Можно, как это, луки сейчас делают, да? Ну, да. Лифта-лук. Лифта-лук делать, да. Можно сфотографироваться, едешь на работу. Я уже об этом и говорил, и писал, что большинство этих людей, они заняты на работе чем угодно, только не производством ценностей. Они там выбирают автомобиль, который они будут покупать, планируют будущую поездку летом в Италию и так далее. Они вот чем занимаются. И да. Значит, вернемся к маркетингу. Вот, собственно, мысль у меня появилась. Вот это самая акция, которая в этом году проходила второй раз уже, да, под названием Киберпонедельник. Это, по сути, маркетинг. Да. Мы, когда придумывали Киберпонедельник год назад, а именно Вики Март был инициатором проведения первого Киберпонедельника, мы... Максим, извините, придумывали. А с 2005 года, насколько я знаю, в Штатах существует уже. В Штатах он раньше существует, чем даже 2005 год, вслед за Black Friday американской. Потом его также начали копировать в Китае и в других странах. И в России это докатилось в прошлом году. Я догадался, почему вы все-таки придумывали. Потому что есть особенность ментальная. А мы все сделали по-другому, конечно. Есть особенность не только ментальная, есть еще особенность сезонная. Нет такой зимы, по-другому праздники. Мы не празднуем Thanksgiving. Там Киберпонедельник проходит между одними праздниками и другими. Для России это не имеет никакого смысла. Поэтому мы принесли его на январь. И так далее. То есть в этом смысле много чего пришлось придумать, на самом деле. Понятно. Ну и о результатах, да? Собственно, задумка понятна. Результаты в этом году были скромнее. Если мы в прошлом году выросли в Киберпонедельник в 5,5 раз, я про Вики Марс сейчас говорю, то по сравнению с обычным днем, то в этом году мы выросли в 3 всего. Конечно, ты не можешь сказать, что у тебя неуспешный аксесс, ты вырос в 3 раза. Но, на мой взгляд, несколько причин, почему они были скромнее. Мы, конечно, совершили свой набор маркетинговых ошибок, и это отдельно разбирается в компании, но на самом деле не в этом было дело. Основное дело было в информационном фоне, который год назад нам сильно помог его отсутствие просто. И пресса подхватила, и людям понравилась идея скидок. В один день все дешево, все прибежали, нас зашкаливал трафик. В этом году мы имеем Украину, в этом году мы имеем Сочи, мы имеем канал Дождь. Мы имеем очень много событий. Вы, ребята, очень занятые журналисты. И вам некогда про нас думать. Еще в этот же день, как раз в проведении Киберпонеделек, прошла новость, что принятое принципиальное решение о снижении барьера на трансграничную торговлю. И мне, я давал 3 раза интервью в этот день, я все один раз давал интервью про Киберпонеделек, а два раза про трансграничную торговлю. Да, ну это так звезды... Звезды легли, да. Конечно, умысла никакого не было. Я понимаю. Мы попробуем в следующем году дать вам больше повода про нас говорить. Да, я надеюсь. Я ставлю себе эту персональную задачу. Максим, ну и, собственно, заговорили мы вот об этой инициативе, да, законодательной. Как вы ее оцениваете, во-первых? Ну и очень важно понять все-таки, кто пострадает, если кто-то пострадает. Вы знаете, я думаю, что на самом деле никто не пострадает, кроме иностранных интернет-магазинов, которые сейчас фактически находятся в неравных пользу себя правилах игры по сравнению с локальными. Удивительно, что выиграет отрасль, и выиграют магазины российские, и выиграет отрасль в целом. Потому что я не верю, что трансграничная торговля перестанет расти и снижение. Я думаю, она будет расти по-прежнему быстрее. Ну, то есть не может быть такого, да, что те же самые иностранные интернет-магазины в ответ на вот эту вот законодательную инициативу стороны России скажут, ну и все, мы с вами торговаться не будем. Они и так работают в любой стороне мира. Россия была исключением, имея вот этот тысячу евро барьер. Во всех странах мира это не так. Гораздо скромнее. За исключением Австралии. Единственная страна, где и то не тысяча евро, а тысяча долларов США. Что сейчас уже разница большая. Тем не менее, Австралия просто океанами окружена. Там по-другому сложно. Тем не менее, Россия, это страна такая же, как Австралия, как Новой Зеландии, как Канада, которая импортоориентированная. Мы импортируем большинство товаров. И у нас ситуация такая, что внутри, вот на Вики Марте сейчас 2 миллиона уникальных товаров. Мы не считаем туда всякие книжки, скрепки, настоящих 2 миллиона. И вот у eBay на Россию почти 150 миллионов. Вот эта разница, она заставляет покупателя покупать независимо от уровня цен. Поэтому никакие барьеры в 150 евро, 200 евро не изменят ситуацию такого большого давления просто выбора. Подождите, а, вот понятно, в чем разница. Разница в выборе. В выборе. Поэтому на eBay и идут, а не к нам идут. Выбор это ключ. Выбор это ключ. К слову, на eBay средний чек 40 долларов, поэтому их точно не затронет снижение барьера до 150 евро. Выбор это ключ. Люди первый раз покупают из-за того, что за границей дешевле. Но они возвращаются туда постоянно из-за выбора. Это просто, ну, надо понять, чтобы для себя это осмыслить, нужно просто заниматься этим. И вот я однозначно верю, что трансграничная торговля в России будет расти все равно опережающими темпами по отношению даже к быстро растущей отрасли электронной коммерции. И ее доля будет возрастать. Вплоть до 50%. Независимо от барьеров. Поэтому я думаю, что здесь все выиграют. Просто с точки зрения долгосрочных интересов и инвесторов, и развития определенных сегментов в России именно на больших чеках построенных для русских интернет-магазинов, для российского бизнеса выгодно, чтобы этот барьер был снизен. Вот. Поэтому, ну, в общем, мы с своей стороны много сделали, чтобы это случилось. Понятно. То есть некая конкуренция, по-честному, да, должна играть? У меня просто правила игры должны быть одинаковые. Наши слушатели, когда мы неделю буквально назад с вашими коллегами обсуждали и эту тему тоже, комментировали следующее, что, как правило, ну, был вопрос такой, да, вы заказываете за границей в Штатах, там, или где-то далеко, гарантий никаких привезут, не привезут, да, привезут то, что вам надо. Как вы потом будете разбираться? Вот. Все-таки здесь-то и законодательство, да, соответственно, вас, как потребителя, защищают. Но, тем не менее... Все правильно. Да, и тем не менее, вот наши слушатели звонят и говорят, заказываю за границей, качество устраивает, все вовремя привозят. Один раз что-то там, один раз не дошло, потом через неделю пришло, и даже два за одни и те же деньги. Есть и тот покупатель, и этот покупатель. Есть человек, который хочет заказать себе куртку под риском того, что она ему не пойдет, он ее отдаст плачевому брату, заплатит за это в два раза меньше, в полтора раза меньше, и будет ждать месяц, и не будет иметь возможности возврата, потому что на трансграничной торговле по определению возвратов нет, то есть, соответственно, человек, который, другой покупатель, который хочет эту куртку получить послезавтра, готов заплатить на 25% дороже, ограничен иметь выбор, но точно совершенно возможность возврата, Потому что он ее покупает себе И такие-таки покупатели есть Это нормально Мы конкурируем на уровне сервиса, он просто разный Более того, я вам скажу, что Вики Март будет В этом году уже пилотно запускать Свою трансграничную торговлю Продавая из Латвии европейские товары На Россию В этом году это будет пилот Но в следующем году Мы сделаем из этого направление бизнес А почему из Латвии европейские товары? А удобно Одна ночь на машине и ты здесь Удобно, не месяц ждать, как в моем примере, а пять дней Но я верю в это направление И мы будем это делать Смотрите, Максим, что мы сейчас делаем У нас есть звонок от Сергея Сергей, если вы меня слышите, я вас попрошу подождать Пару минут, потому что мы уже не успеем Сейчас с вами пообщаться Но мы это сделаем обязательно после небольшой паузы В течение которой мы с удовольствием Послушаем рубрику «Вне времени» Итак, сейчас «Вне времени», а потом продолжим эфир Итак, друзья, продолжаем эфир Бизнес-класс на Финам.ФМ В гостях Максим Фалдин, генеральный директор Вики Март У нас есть звонок от Сергея Давайте с него и начнем Наш следующий Часть эфира Сергей, день добрый Вы в эфире, говорите, пожалуйста Добрый день Максим, здравствуйте Здравствуйте Хочу Задать вам следующий вопрос Вот Уже не первая передача, посвященная Этому вопросу В проблеме, которую вы обсуждаете Слушал-слушал И не выдержал, решил позвонить Вы всех убеждаете, что То, что делается, это хорошо Вы к этому долго стремились Наконец Добились Понижают порог Мне, как потребителю Какая выгода? Я вижу только минус Начиная с того, что Я не могу заказать Вещь, которую Нельзя купить в России по определению Даже без относительной ее цены Второе Я не могу часто заказать Эту вещь по нормальной цене Потому что Три конца Это реальность И В-третьих Ну Мне не совсем понятно Почему вы ссылаетесь на Незащищенность потребителя Потребитель имеет выбор Быть защищенным Не быть защищенным И Деньги всегда могут вернуть Кроме того Есть такие сервисы Что касается стоимости доставки Которые позволяют сэкономить На опте Три-четыре покупки Перепаковываются в одно Цена Совершенно другая И При таких обстоятельствах Очень удобно и выгодно Получать товары Те, которые хочешь По нормальной цене И В приемлемые сроки Смогут ли Члены вашей Организации Ассоциации Вообще Российские интернет-продавцы Обеспечить Доступность Этих товаров Нормальные цены И нормальные сроки Спасибо, Сергей Спасибо огромное за вопрос Сергей, спасибо за вопрос Мне понравятся Члены вашей организации Смогут обеспечить Я отвечу следующее Сергей, вы кругом правы Вам, как потребителю Это, конечно, действительно Невыгодное решение Вам придется платить дороже Хуже того, что Платить, соответственно Эту пошлину Хуже того, что Ближайшие несколько месяцев Скорее всего То, что мы предвидим Что будет определенный Бардак с оформлением Этих документов Будут дурацкие Совершенно правила введены А сейчас обещаю Что будет в электронном виде Очень я надеюсь на это Но я просто Наша страна очень хорошо знает Я очень надеюсь на то Что они Быстро этот бардак закончат Я не надеюсь, что бардака не будет Начнут и закончат Да Вы действительно Кругом правы Как потребителю Это будет плохо Как и любой налог Который мы с вами платим Вот я плачу 100% налогов С зарплатой И компания Вики Март Будучи Аудированный Прайс Ватерхаус Куперсом Компании Вынуждены платить 100% налогов Вот Я бы предпочел их Вообще не платить Потому что для меня Как для человека Немножко не понимаю 100% налогов Это что значит Ну В электронной коммерции Большинство компаний Налоги не платят Так Вот А мы платим Вот И вот Мне бы Я предпочел бы их тоже Не платить Но Я работаю на будущее А не на Настоящее Если мы будем думать Про настоящее То для потребителя Это не выгодно Потому что заставляют Платить дополнительную Пошлину Которая будет заниматься На таможне НДС еще к этому А в целом Для отрасли Я верю Это выгодно Вот наверное Такой ответ Я просто не политик Поэтому могу говорить Что думаю И прямо Это правильно Так что извините За жесткость ответа Что касается Последнего вопроса Сможем ли мы обеспечить Сергей Мы очень постараемся Исчерпывающе Ну я все-таки Подчеркну Да Максим Действительно Если взгляд Сиюминутный Вот на сейчас То мы можем Говорить о том Что это Наверное Ну отменить все налоги Это сразу Весь выигрыш По потребителю Класс Вот Но только тогда Не на что будет Дороги Совершенно Через какое-то время И Сочи Организовать Олимпиаду Еще одна будет Заодно Хорошо Продолжим Наш эфир Максим Значит я напоминаю Мы обсуждали Статьи успеха Что называется Составляющие успеха Маркетинг Высокие технологии Коммерции Рекрутинг Да Что еще Что еще Наверное Ну это Немножко цинично Звучит Но Мы Не будем этого скрывать Ни я Ни мой партнер Камиль Который Мы вместе Строим Вики Марк Вот Успех фандрейзинги То что называется Фандрейзинг Да Способность Поднимать деньги У инвесторов И Выстраивать с ними Долгосрочные отношения А не просто Там поднять Потратить И Вместе строить Большие истории Работать с инвесторами Как то что Должение Делать предприниматели В электронной коммерции Очень важно Потому что Бизнес капитал Емкий Потому что Для того Чтобы построить Прибыльную Компанию В электронной коммерции С оборотом Больше 100 миллионов долларов Потребуется 7 и более лет Я нигде в мире Не видел Примеров Когда это было бы не так И нигде в мире Не видел примеров Компании Онлайн Ритейла Была бы построена Меньше чем За 7 лет С оборотами Больше 100 миллионов долларов Если кто знает Такие примеры я прошу мне их показать. Звоните и демонстрируйте Максиму. Я возвращаюсь, тем не менее, мы говорим о том умении работать с инвестором. Конечно, это очень важно, потому что когда традиционный ритейл организовывался, там все строилось на банковских кредитах. Ты взял кредит под оборотку, растешь очень быстро, тебе денег хватает больше, чем заплатить за сток, за кредит, за то количество товара, которые есть на складе. И ты можешь этими деньгами тратить деньги на развитие бизнеса. Компания Евросеть, когда подошла к IPO, и все увидели цифры, там задолженность была 800 миллионов долларов, чтобы было понятно, уровень задолженности. Это те деньги, на которые построила Евросеть. У них не было инвесторов внешних, equity инвесторов, так называемых. У них были деньги вендоров и банковский кредит. Они на них построили большую компанию. Замечательную компанию построил Евгений Чичваркин. Но это была та модель, тогдашняя модель. Модель сегодняшнего мира, к сожалению, в ситуации, когда гораздо сложнее стало кредитоваться, когда обороты не такие большие, как хотелось бы сразу, поскольку много денег тратишь на маркетинг. Потому что в онлайн-ритейле ты тратишь на маркетинг больше денег, чем в офлайне. Там ты за квадратные метры платишь. И, соответственно, постепенно тебе нужно тратить достаточно много денег в первые несколько лет. И эти деньги могут быть только инвесторские. Поэтому работать с инвесторами важно. Так вот, я и хотел бы от тебя услышать поточнее, может быть, секреты какие-то, профессионализма. Как работать с инвесторами? Нам повезло, мы имеем самого лучшего инвестора в мире в электронную коммерцию, Tiger Global Management Fund. Но мы бы могли выбирать. Мы закончили Стэнфордскую школу бизнеса с Камилем, и мы, будучи там, пользуясь стэнфордским именем, пользуясь всей историей России, пользуясь тем, что мы умеем разговаривать с инвесторами и умеем продавать историю, мы получили предложений по инвестициям так много, что мы могли выбирать. И большинству мы отказали. Это лучшая ситуация, о которой предприниматель хочет быть. Большинству мы отказали. По каким критериям тогда вы выбирали критерии? Мы искали то, что называется smart money, умные деньги. То есть люди, которые действительно знают, что они делают. И второе, что мы искали, чтобы они пришли надолго. Мы посмотрели, что в Яндексе сидит Tiger уже, он зашел в четвертом году, когда мы в девятом с ними договорились, это уже было пять лет, они не собираются выходить, они вышли только в одиннадцатом или двенадцатом, я не помню точно когда. То есть они просидели там восемь или девять лет. И мы видели, что эта компания, ну, с большим отрывом от всех остальных, фонд, точнее, не компания, а фонд, которая развивает именно электронную коммерцию. У них порядка 150 портфельных компаний. Не все такие крупные и успешные, как Wikimart, но многие. И в этом смысле, и плюс, у них есть философия, абсолютно не вмешиваться, не только в операционку, но и вообще все, что происходит с бизнесом. А это правильно, кстати, инвестор, который не вмешивает? Если инвестор, это правильно для правильных инвесторов. Дело в том, что венчурное финансирование, оно так устроено, что время венчурный инвестор тратит свое на плохие компании. Вот на хорошие он не тратит вообще времени. Он раз в квартал встречается с фаундерами и обсуждает планы. А на плохие он вынужден там еженедельно бывать, а то и каждый день сидеть, потому что это проблема. Поэтому если у инвестора много плохих компаний, то он, конечно, вмешивается в операционку. То есть в идеале его вообще бы ни во что не вмешивать. Да, в идеале ему... Почему? Потому что все замечательно работает. Его вмешательство. Как говорил один мой хороший знакомый, инвестор должен знать две фразы, ну, владелец бизнеса, две фразы, знать шесть слов и складывать из них две фразы. Где бабло мля и почему так мало? Независимо от первого ответа. Логично, логично. Так, хорошо. Я, кстати, подумал о том, что, возвращаясь к вопросу рекрутинга, мы обсудили ситуацию в Москве, ну, может быть, это и логично, ведь прежде всего смотрим на столичные города. Но я предположу, что, например, безработица в регионах не отрицательная, а многоположительная. Да. А смотрите ли вы в регионах? Не просто смотрим, а мы даже давно себе выбрали как пять месяцев как регион. Ну, это недавно пять месяцев. Да, я в кавычках давно. Регион, на который мы делаем большую ставку, и сейчас многие сотрудники Вики Марта из этого региона, называется Чебоксары, нас слушают в прямом эфире через интернет. И нас с вами слушают. Я надеюсь. Пользуйся слушай, передаем привет. Чебоксарам, да. Я, собственно, оттуда вернулся буквально позавчера, и мы проводим там много времени, стараемся проводить и я, и Камиль, и сотрудники московского офиса. Сейчас там работают уже 80 человек. Это, прежде всего, колл-центр, и на базе колл-центра мы будем дальше развивать операции, другие операции. Мы получили там, наняли уже первую команду программистов, мы дальше будем развивать туда программистов. Мы будем думать, как нам часть маркетологов и часть коммерсантов нанимать в Чебоксарах. Вот, кстати, извини, пожалуйста. И мы оттуда начали массовый набор людей, которые будут возить наши автомобили и которые будут работать у нас на складе в Москве. Из Чебоксары, из соседних республик. Потому что регионам нужна работа. Нам очень нравится работать с людьми, которые так ответственно относятся, как региональные наши сотрудники относятся к своим обязанностям. И, конечно, переплаченные Москве, нам просто невыгодно отдавать эти должности. Я понял. Ну, так вот, вопрос именно в этом. А точнее, два вопроса. С одной стороны, регионам, конечно, нужна работа. Ну, регионов много в России. Они разные. Да, они разные, безусловно. Но, тем не менее, вы посмотрели на Чебоксары почему-то. Это первый вопрос. Почему? Мы долго выбирали. То есть, вы сравнивали, да? Да, у нас был целый, длинный. Такой околонаучный процесс по разным критериям. Разные вещи. География какая была? География была одна ночь поезда от Москвы. Одна ночь поезда. Такая была география. Мы сравнивали по многим параметрам. Так как мы в рекрутнике достаточно большие специалисты, для нас важно было, чтобы мы точно попали. И мы попали абсолютно точно. Здорово. Ну, и с точки зрения вашей, да, вы в регионы пошли. Это что, оптимизация бизнеса некая? Потому что Москва... Это оптимизация бизнеса, безусловно. Это масштабируемость бизнеса. Потому что мы, на самом деле, дело даже не в том, что мы больше платим людям здесь. Да. А дело в том, что нам их сложно очень получать. Здесь? Да, здесь. А в Чебоксарах легче? А в Чебоксарах легче. И то же самое. И мы видим эту ситуацию не только в колл-центре. Мы видим эту ситуацию и в других направлениях бизнеса также. Ничего не хочу плохого о Чебоксарах. Если нас, тем более, да, твои сотрудники слышат, пусть не принимают на свой счет. Но, тем не менее, найти высоко квалифицированного специалиста в Москве проще, чем... Это заблуждение. Ну ты что? Нет, проще, да. Специалиста колл-центра, предположу. В конце концов, им можно обучить. А как айтишить? Смотри, смотри, смотри. Безусловно. Во-первых, в Москве плохо с высоко квалифицированными специалистами. Хуже, чем людям кажется. Я сравниваю с Америкой, США, да. Вот плохо здесь. Во-вторых, это не так плохо, лучше, чем людям кажется, с высоко квалифицированными специалистами в регионах. У москвичей, которые, и я, собственно, себя к ним прежде всего отношу, которые вообще живут внутри Москвы, а я живу внутри третьего транспортного кольца, и я только в аэропорт выезжаю. Я себя в какой-то стране бываю, я бываю на самой центральной площади этой страны. Вот у этих москвичей у них такая вот... Извращенно, я согласен с тобой. Ощущение, что все вокруг Москвы круто. Это не так. Еще раз приобремся новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем интернет-торговлю. Поговорили уже, в принципе, да, о том, как на ней скажется снижение бежпочтного порога. Кто от этого выиграет в конечном итоге. И продолжим разговор об интернет-торговле. В гостях у меня Максим Фалдин, генеральный директор Вики Марк. И на всякий случай, еще раз напомню, я телефон студии 651099,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Для вас, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив или написав нам на сайте. Так, 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 ну, по поводу Москвы мы, так сказать, немножко посетовали здесь. То есть все же не так, да? Не вокруг Москвы солнце вращается. Да, вращается. Я понял тебя. Ладно. Давай об активности, собственно, покупок. Ведь в этом тоже есть, наверняка, какая-то логика, да? Большой город, и бог с ней, с Москвой и с Питером, большой город, да, столичный или там регионально крупный, миллионник. Очевидно, что наверняка там активность... Больше, конечно. Вообще электронная коммерция на данный момент сосредоточена вокруг больших городов. Городов 500 плюс. Это 90 с лишним процентов спроса. И вот следующий после Питера и Москвы самый крупный город, Нижний Новгород. Очень хороший город с точки зрения электронной торговли. Также Екатеринбург, Новосиб и дальше по списку. То есть, безусловно, там, где интернет проник давно, потому что существует определенная эволюция. Человек сначала ищет что-то в социальных сетях или до этого еще просто в поисковиках. Начинает обзаводиться электронной почты, потом делает первую транзакцию, которая просто покупка чего-то, а только потом он идет и покупает там электронику. И только потом одежду. Определенная эволюция. Вот большие города, они далеко продвинулись, а остальные только пока подтягиваются. Ну, кстати, если, может быть, о перспективах неких, да? Ну, рост происходит, безусловно, в регионах. Основной рост. Основной рост. Мы до сентября прошлого года были очень московской компанией, не только с точки зрения отсутствия регионального офиса, который у нас появился, но и с точки зрения продаж. У нас меньше 10% продаж был за пределами Москвы. Вот сейчас это уже не так, сейчас уже треть продаж за пределами Москвы. Мы запустили пилотные регионы, и мы в этом году очень большие планы имеем на развитие региональное. Мы приходим в большие города, мы делаем там пункты самовывоза свои, мы коммунициацию свою делаем, ну, то есть стандартное развитие регионов. Вот, кстати, момент технически тоже важен, да? С одной стороны, действительно, регион еще какой-то отдаленный, не очень отдаленный, он еще с точки зрения использования высоких технологий, да, не слишком эволюционировал. Это один момент. А второй момент, тебе самому, может быть, невыгодно идти в регион, потому что в Москве все, есть курьерская служба, есть служба доставки, а там нужно... Ну, это иллюзия, в Москве нет нифига, придется приходить строиться самим, мы курьерскую службу построили сами, службы доставки. Почему? Вы так захотели? Ну, потому что нет игрока, нет, никто не может дать нам тот сервис, который нам нужен, вот, это вот так. А кто-то пытался это сделать? Пытался много раз, не работает. То есть вы просто забракованы? Не работает, да, не работает. Потому что не может не работать, просто ты же говоришь того уровня, а что это за уровень такой запредельный? Ну, чтобы вообще курьер, хотя бы не на каждый второй заказ опоздывал. В этом смысле? Да. И потом не убегал с деньгами. Ну, вот, хотя бы такой уровень нужен. Чтобы потом ловить с милицией. Нет, сейчас интересные мне рассказываешь истории. Да, у меня тут водитель два месяца назад пришел настолько пьяный, что его не только с работы хотел выгнать, но и права отобрать, милицию позвать. Вот человек пришел. Пришел на работу? Да, он за руль пришел сесть. Лыку не вяжет. Поэтому, вот, конечно, приходится самому. А что касается регионов, то мы будем развиваться там активно. Мы имеем уже первый список 20 городов, уже запустили развитие. Прямо сейчас это происходит. В каждом городе мы получаем свою точку с партнером франшизы. Программу запустили по франшизам с местными ритейлерами по выдаче наших заказов. И, соответственно, сами отстраиваем логистику. То есть, у нас достаточно агрессивное региональное развитие в этом году происходит. Потому что там, с одной стороны, действительно меньше интернета и людей покупающих. С другой стороны, там сильно меньше товаров. Потому что Россия так устроена, что все товары, к началу разговора, да, импорта, ориентированная страна, все товары ведутся через Москву. Через таможню, дальше распространяются по стране. И чем дальше от Москвы, чем дальше от больших городов, тем меньше товаров. Вплоть до 10 или даже 5 процентов выборов. Не все доезжают просто. Да, если мы говорим, в Москве 2 миллиона товаров, то в регионе это значит 200 тысяч, 100 тысяч. Каких-то типов колясок нет вообще. Я привожу сюда пример. Коляски для двойни, да. Вот в городе 50 тысяч плюс есть 1 или 2 коляски для двойни. На весь город? На весь город. Одного цвета. А в мире, в мире, не в России, в мире по статистике двойни рождаются у каждой 80-й семьи. Просто по статистике. Они что делают? Они едут за этой коляской, весь 50 килограмм, кстати, куда-то в региональный центр. Ну там, в принципе, может быть 5 колясок на выбор. То есть уже есть выбор. Да, да, двух брендов. Ну и так далее. Вот на Вики Марте они могут заказать 20 брендов. А, кстати, на Вики Марте они закажут, и ты им привезешь эту коляску. Я им привезу. Ну это упрощает, конечно, жизнь. В этом и роль электронной коммерции. Закажешь, привезут. Хорошо. По поводу финансов хотел сказать, да, по поводу, давай, ну на денежную тему поговорим. Как платят пользователи интернет-магазина? Наличными пользователями интернет-магазина платят? Да, потому что онлайн-торговля, с одной стороны, подразумевает ее онлайн-расплату. Проблема не в том, что люди не умеют пользоваться карточками, как нас убеждали в 2008-2009 году, когда мы начинали этим заниматься. Проблема просто в доверии, в элементарном доверии. Я боюсь платить заранее, я отношусь к этому как к предоплате, а как мне будут возвращать деньги. И вот эта вся проблема, ее можно решать только последовательной работой с покупателем. И она не быстро решается. Она решится обязательно. Китай это прошел, они лет на пять впереди нас. У них пять лет назад была та же история. А сейчас половина китайских электронных компаний электронной коммерции кэш вообще не принимают даже. Нет, ну я так думаю, можно ту же самую позицию и вам озвучить. Мы не принимаем кэш. Это же не значит, что все сразу... Ну мы тогда потеряем продажу, правда? Совершенно верно. Совершенно верно. Это не значит, что все сразу в онлайн. А, кстати, недоверие. Смотри, я подумал сначала о недоверии, связанной с безопасностью платежей, может быть. Нет, это тоже ерунда. Недоверие именно связано с тем, что привезут то, того размера, потом действительно поменяют. Или поменяют быстро, вернут деньги не через два месяца, а сейчас. И без того, что я буду звонить и ругаться, и грозить милиции. Вот этого люди боятся. Потому что слишком много говенных магазинов, трэшевых магазинов в интернете. Слишком дефрагментированных лидерств пока нет. Как только лидеры появятся, и Вики Март, собственно, точно претендует на как минимум одного, а может быть и самого главного лидера в электронной коммерции России, мы сможем убедить покупателей платить в онлайне, и резко начнет сокращаться доля кэша. Кстати, вот по поводу недобросовестных твоих конкурентов, твоих в частности. Да, мои в частности. Те самые, которые не платят налоги, потому что у них нет местных мест. Вот, вот, вот. Они, в частности, у них какие задачи, они как там оказываются? А у них задача очень простая. Сегодня заработать себе на зарплату, а завтра вытащить деньги для поездки в Египет. А еще послезавтра сыну надо машину купить, а то у него старая. Вот такая задача. То есть это люди, которые, в принципе, да, не строят бизнес. Они не строят бизнес, это такой Б-класс предприниматели. Я очень хорошо к ним отношусь. Они нужны вообще? Они нужны, потому что они нужны экономике. Я точно совершенно против говорить, что должны быть только большие компании. Вот, просто их постепенно надо оберегать. Не обязательно они должны жить большими, но человек, который вот так рассуждает, он не стратег. Он же имеет право на это. Почему мы должны дискредитировать людей, потому являются они стратегами или нет? Он имеет право на это. Не, ну имеет, конечно, но опять-таки. Ну так он хочет свою жизнь управлять вот так, как я описал. Так пусть управляет. Не, ну он съездит в Египет, он парню управляет машину, у него нет денег. В тот момент, пока он съездит в Египет, у него магазин работы не будет, хотя заказы будут падать, сайт будет активен. Ну он вернется, все это восстановит, ему хватит, ему хватает на жизнь. Для этого у него есть такие площадки, как Вики Март, такая площадка, как Ебей, и Яндекс Маркет тоже игру пытается играть, которые за него решают ряд задач, которые он решать системно не способен. А что, значит, решают за него ряд задач? Ну, значит, развивают сайт, привлекают трафик. Его сайт развивают? Нет, свой сайт, а он выставляет как на площадке. А ему не нужен сайт на самом деле. У него сайт сейчас просто потому, что пока маленький Вики Март, маленький Ебей, и пока Яндекс Маркет не там. Вот когда все эти игроки разовьются, так как они разовьются, вот индивидуальный сайт, они просто будут ненужные. А зачем? Кто на них будет заходить? Логично, конечно, конечно. Потом сейчас очень модный же, ну не модный может быть, да, пользуется популярностью, уж бог с ним. Это бизнес-необходимость, некие интеграторы. Конечно. За ними тоже будущее, я думаю. Конечно. За любого рода бизнес-сервисами в России будущее. В России надо развивать малые бизнесы, и надо как можно меньше делать барьеров для их развития. Поэтому вот это была одна из вещей, по которой мы с Акитом, собственно, разошлись, потому что я точно против зажима параллельного импорта, потому что это путь в диктат больших компаний. Не то, что на нашей стороне и наше отрасли. А если можно поподробнее, вот позицию Акита озвучь. Не, ну позиция Акита, она лучше у самого Акита спросить, но позиция следующая, что параллельный импорт это зло, ну то есть импорт без разрешения правообладателя. Это зло, хотя оно законное зло, ну просто зло. Все должно идти только через официальные каналы дистрибуции, где, собственно, понятно, первую руку играют большие федеральные сети. Естественно. Вот, ну это, на мой взгляд... А твоя позиция... А моя позиция прямо противоположная. Должно быть и одно, и другое должно быть. Моя позиция, что это хорошо в Америке и в Англии, а коли Россия является догоняющей экономикой, такой же, как Индия, Китай, Бразилия, мы должны снижать все барьеры для малого бизнеса, в том числе и барьеры, которые на руку крупным ритейлерам или на руку крупным производителям товара. И что этим мы добиваемся? Мы этим добиваемся. Растет конкуренция. Да, растет конкуренция. Качество услуги. Легче бизнес делать. Два человека, муж и жена, отец и сын могут организовать бизнес, ездить в какую-нибудь Турцию, Китай, Дубай, куда-то еще, что-то сюда возить и на этом жить. Обеспечить образование своим детям, платить налоги или не платить налоги. Ну не дай бог. Обеспечить образование, это уже их отношение с государством. Я понял. Хорошо, Максим, стало мало времени у нас, а именно 2 с небольшим минутки я тебя попрошу тогда, ну традиционно под занавес, что называется, о неких перспективах. Компания Wikimart, очень интересно, как видишь ты, ближайшие перспективы. Перспективы интернет-торговли в России, в мире. Кстати, с изменением этих самых носителей, гаджетов, так называемых, наверняка, собственно, и e-commerce будет. Однозначно, он будет меняться, будет в сторону мобайл идти, безусловно. Мы все больше и больше будем покупок делать в мобильных устройствах. Это меняет продукт очень сильно, потому что совсем по-другому приходится все делать. А приложений есть уже Wikimart? Пока нету, просто в России пока покупок очень мало, связанных с кэшем, прежде всего, вот с этой историей. Первый, там будет туризм, скорее всего, который туда идет. Там карточки 70% оплаты. Потом, соответственно, что будет происходить? Логистика будет дешеветь, стремительно дешеветь. За счет чего? Объемов. Появятся большие консолидаторы объемов. Сейчас любой провайдер логистический, он, ну, может быть, в два раза больше, чем Wikimart. Ну, в три раза, по крайней мере, заказов. Поэтому он не может мне предложить тарифы нормального. Вот когда он будет в 25 раз больше меня, он сможет мне предложить нормальный тариф. А я не смогу с ним конкурировать, своим внутренним решением. Ну, и тебе не нужно это делать. Да, и мне это не нужно делать. Это будет происходить, то есть инфраструктура будет развиваться. Поэтому e-commerce будет ускоряться в своем развитии, а не замедляться даже. Это произошло в Китае, это происходит в Индии сейчас, это будет происходить в России. Что касается Wikimart, то мы продолжим расти темпами, я надеюсь, что даже в три раза быстрее, чем отрасль, по крайней мере. Ну, и такую задачу перед собой ставим, а не в два. И к концу этого года мы разгоним компанию туда, станем миллиардной компанией в 2016 году, как, в общем, это и было запланировано, когда Wikimart запускался в девятом. И дальше будем развивать отрасль. Мы серьезно надолго пришли в электронную коммерцию в Российской Федерации. Очень рад я от тебя это все слышать. И напоследок я так по секрету тебе скажу. Периодически получаю на электронную почту я сообщение от Wikimart. Ну, и сам понимаешь, мне бывает не очень комфортно, потому что я ее не заказывал. Я понял. Теперь я буду это получать с удовольствием. Вот, мы для этого здесь и сидим с тобой. Спасибо огромное. Максим Фалдин, генеральный директор Wikimart сегодня в бизнес-классе. Мы обсуждали проблемы будущей настоящей интернет-торговли. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Всего хорошего успеха в бизнесе. До свидания.